Хоба! Привет, с вами доктор Влад. У нас на улице минус пять. Как-то странно, снег выпал и остался, он так и остался, сугробы. Асфальт-то чистый, конечно, но на траве сугробы. Как-то, не знаю, неожиданно, не помню такого. Ну ладно. Чё у нас тут творится на Хэллоуин? Да, сегодня день всех святых, кстати. Вчера конгрессмены приняли резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампа. Вот так, ребята. Да, приголосовали за 232, против 196. Ну, простым большинством. Резолюцию устанавливают процедуры открытых слушаний в Комитете по разведке и обнародованию показаний свидетелей. Так, да, вот тут ещё везде, везде тут. Это эхо Москвы. Поводом для начала процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа стали публикации в СМИ о том, что президент США оказывал давление на лидера Украины с тем, чтобы тот начал расследование в отношении сына Джозефа Байдена, одного из основных кандидатов в президенты от Демократической партии. Ну, это вы знаете, но, может, уже подзабыли. Может, уже подзабыли. Так, в Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом в Украине. Ну, что-нибудь матом, наверное, там начали орать, как всегда и так далее. Ну, как же? Крым проголосовал по итогам референдума. Какая чушь? Какая это всё чушь, да? Вот, а это что-то у меня выскочилось. Ну, а если кто интересуется? Эмилия Кларк назвала виновника ляпа с кофе. В «Игре престолов» там в Starbucks кофе, что ли, появился стаканчик. И вот, как она рассказала в шоу Джимми Феллона, виновником ляпа может быть актёр Конрид Хилл, сыгравший в сериале «Лорда Варриса». Я вообще не в теме, я просто читаю. По словам Эмилии Кларк, Хилл признался ей в этом на вечеринке перед вручением премии Эмми. Он отвёл меня в сторону и сказал, «Эмилия, любимая, мне нужно тебе кое-что сказать. Это был мой кофе», вспомнила Кларк. Ну, может быть. Она добавила, что до конца не уверена в словах Филла, так как в тот момент он был не трезв. Интересно. И в фильм вошло. Ну, это самое, кофе, Starbucks. Это же чужая планета, откуда там кофе взялось, да? Россияне не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов. Интересно, я уже об этом говорил вообще-то. Значит, Минкульт поддержал рублём с 2015 года 155 фильмов, из которых 80 картин увидели меньше 10 тысяч зрителей, а три десятка фильмов собрали минимальную аудиторию, менее 1000 зрителей. И вот называются фильмы. В кинотеатрах вообще не вышли фильмы «Любовь без правил», а также картины от продюсера Александра Тютрюмова «Виссури» и «Бесславные придурки». Минимальный зрительский интерес показали фильмы киностудии «Любовь без правил». Так, ребята, помните, Путин всё приглашал. Давайте к нам приезжайте, поднимайте промышленность. Из Лондона это, ну, есть такой лондонский список, значит, бизнесмена Бориса Титова. И вот первый решил съездить, посмотреть. И ему три года всыпали. А пообещали, что всё простят. Ну, вот так. Сколько? Три года ему, да? Три года колонии общего режима. Путину нельзя верить, вы чего? Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру. Ну, правда, он ходит и это само всем предлагает. Вот эти комплексы ЗРК по всему миру, да. В своей речи в Международном центре Мердиан он сравнил, помощник госсекретаря США, сравнил современную ситуацию с советским периодом, когда АК-47, ну, автомат Калашникова, стал повсеместным символом Бастани, поддерживаемых Советским Союзом от Юго-Восточной Азии до Африки. А теперь вот это ПВО-С-400, да. Ха-ха, интересно. Ай-ё. Кабриолет Аурус допустили на дороге общего пользования. С ума сойти. Он теперь может ездить по дорогам общего пользования. Что интересно, разрешила ему сам вот этот завод, который его построил. Ну, знаете, да, золотой вот этот Аурус путинский сделали. Ой, сделали. Там штук шесть, наверное, уже сделали. С ума сойти. Светлаков назвал цензуру причиной закрытия прожектор Перес-Хилтон. Вот так. Цензура. Не дают нам говорить всё, что мы хотим. Ну, можно, говорит, остроты, например, что в Норильске суслик родил ещё одного суслика. Вот. А так, чтобы что-нибудь такое? Не-не-не-не. Нельзя. Нельзя. Ну, и ладно. Каждая десятая шапка в России несёт смертельную опасность. Можете представить, да? Врачи заявили об опасности головных уборов. Ой, в нём опасные вещества. При стильке оседает на изделии. А кто-то будет шапку стирать, интересно. Тревожными сигналами того, что головной убор опасен и появляется появление зуда, выпадение волос, головная боль после его носки. Ничего, пельмени. Что это у вас там за шапки такие? Звезда идиота призналась в употреблении алкоголя перед Авиадибошем. Ну, это Ридия Вележева, да? Она сказала, да, я выпила. Да, я выпила. И таблетку съела. В НАСА начали прорабатывать проект орбитальной миссии к Плутону. Во как! Это самая-самая дальняя планета. Молодцы ребята. Так, что тут ещё? Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства. Хотел убить жену своего умершего брата. Ну, что-то там наследство какое-то. Всё уже заказал, а тот пошёл в полицию. Вот. И они инсценировали похищение и убийство женщины. Предоставили фотографии. А генералы задержали в момент передачи денег. О, как! В Польше задержали россиянина с 10 тиграми. Он их вёз. Из Италии через Белоруссию не имел необходимых документов. И даже в результате ненадлежащих условий содержания один из тигров умер. Во как! Ну, блин! Чё делают? Кошмар. Новый военный корабль оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Это сообщил президент Владимир Путин, который сегодня осмотрел корвет «Гремящий». Вот этот вот «Гремящий». «Циркон обязательно будет», сказал Путин министру обороны Сергею Шойгу, «Как передаёт ТАСС, Шойгу в ответ кивнул и улыбнулся». Это тот самый «Циркон», который, помните, с дна доставали, вот, и он там взорвался у них. Помните, да, «Циркон» вот тот самый. Закон об изоляции Рунета сегодня вступил в силу. Ну, ребята, это, знаете, он вступил-то в силу, но пока его не будет, потому что ещё нет технических требований, не утверждён список угроз, при которых власти в критической ситуации могут отредать страну от остального мира. Ещё месяцы уйдут на установку необходимого оборудования и так далее, и так далее, и так далее. Так что, не бойтесь. Следственный комитет опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселёвска. Там вообще странно. «В деревне, во дворе собственного дома жена сказала, смотри, кто-то там во дворе бегает». Он взял охотничье ружьё, пошёл на улицу, начал стрелять. И его убили, и он убил какого-то непрошенного гостя. Странно это. Кто такие? Что это? Придент Ша объявил, что перестаёт быть резидентом Нью-Йорка, регистрируется во Флориде. «Меня, говорит, не любят там». Да, не любят его. В Нью-Йорке его не любят. Ну, правильно. «Ассад назвал Трампа лучшим президентом в истории США». Ну, у этого тоже крыша поехала. Ладно. Всё у меня с политикой. Лучше знайте, что вот у меня тут хорошие есть стихи. Читает Елена Печудина и стихи её. Это вторая часть. Пока-пока. Ещё встретимся с вами, доктор Влад. Весь день сегодня сыплет дождь, Кусает ветер стёкла окон. По телу мелкой рябью дрожь Зарылась в плед, как в тёплый кокон. И чашка кофе на столе дымит ванильным ароматом И шарит тени по стене безликим духом вороватым. Под лапку котик спрятал нос, Клопком свернувшись на диване. Морфей в мир нек его унёс, Окутал призрачным туманом. А мне не спится, лезут мысли, В душе тоскливо и смурно, Как будто на экране жизни Смотрю я чёрно-белое кино. Ах, бутылочка вина, Осушил тебя до дна. Выпил рюмочку другую, Третью, пятую, шестую. Не дойду я сам до дома. Что ж, останусь у знакомых. Будем мы гулять всю ночь, Говорить уже не в мочь. Чуть-чуть сегодня погрешу, Потом прощения попрошу. Стрекора бы наобещаю, Она меня простит, я знаю. Простить не хочешь ты меня? Да ты же попросту свинья. Ведь я ж такой мужчина классный, А ты грызёшь меня напрасно. Так что, родная, не дури, И поскорее меня прости. Ах, да, пообещал соседке Купить диванчик для беседки. Так что опять иду с ночёвкой. Отказывать друзьям неловко. И снова та же карусель. Проваливай уже совсем. Я пропадаю без любви. Мне без любви невыносимо. За годом год несутся дни, Они спешат неумолимо. Пока ещё я не стара, И на душе щебечут птички, Запрыгнуть всё-таки должна В вагон последней электрички. И пусть она несёт меня Навстречу радости и счастью, И в дебрях завтрашнего дня Проложит тропку к сладострастью, Где будем только я и ты И наших душ переплетенья. Залетим, как птицы в небо сень От неземного наслаждения. Сказал, что любишь ты меня И хочешь жить со мной до гроба, И что с сегодняшнего дня Лишь только я твоя зазноба. Надел халат, налил вина И в кресло плюхнулся вальяжно, Взял телефон И допоздна писал в сети, Сказал, что это важно. Ты называл меня родной, А сам полез на сайт знакомства. Нет, жить не буду я с тобой, Терпеть не стану вероломства. Твоя любовь — лишь только звук, Пустой, безликий и никчёмный. В висках грохочет сердце стук, Душа твоя, как омут чёрный. Мы познакомились с тобою в интернете. Привлёк меня твой образ благородный. Ты мне сказал, что ты совсем свободный И что совсем один на этом свете. И я тебе поверила, конечно, Ведь для сомнений не было причины. Ведь ты такой изысканный мужчина. Красивый, умный, просто безупречный. Рассказывал, как тяжело жилось бедняге. И что жена была, ну, сущая мегера. Ударила ей в голову карьера, Выкачивала деньги с бедолаги. Общались целый месяц мы с тобою. Друг другу слали смайлики, открытки. Вниманием окружил меня в избытке. Но оказалось это всё лишь шуткой злою. Пришло письмо однажды мне на почту От женщины по имени Светлана. И мигом прервалась моя нирвана. Поговорить с тобой нам надо срочно. Жена твоя понравилась мне очень. Её не назвала бы истеричкой. Сгорает от любви к тебе, как спичка. Ваш брак одним тобою расколочен. И двое деток ваших дома ждут отца, Изменника, мерзавца, подлеца. Нет сегодня вдохновения. Жду его я целый день. Даже баночка варенья мне не помогла совсем. В голове блуждают мысли. Взад-вперёд, туда-сюда. Не идёт сегодня рифма. Хоть ты тресни, вот беда. Я пойду поставлю чайник. Заварю душистый чай. Почитаю блока-сборник. Ну-ка, муза, прилетай. Приходила твоя крокодила. Говорила, что любишь её ты. Материлась, вопила, грозила. Изрыгала свой яд да и коты. Этот бред слышно за полуверсты. Пред соседями было неловко. Говорит, у неё ночевал ты, Когда был, типа, в командировке. Я не знаю, что больше обидно. Твой обман или её оскорбление. Мне от вас, от обоих, противно. Вы друг другу равны, без сомнения. Ты, как глупый мотылёк, Прыгаешь с цветка в цветок. Не знаешь сам, чего ты хочешь. С собой одним лишь озабочен. И как нарцисс самовлюблённый, Ты в зеркало глядишь заворожённо. А ты не бог, не центр вселенной. Пора понять, что все мы тленны. Есть в молодости сильный недостаток. Промчится и растает без остатка. И когда станешь дряхлым стариком, Ты пожалеешь, что таким был дураком. Решила стать я поэтессой. Взяла блокнот и карандаш. В пылу идейного процесса В мозгу возник такой калаш. Пишу. Шла Саша по шоссе. Нет, так написано уже. Тогда вот так. Мой дядя честных правил. Опять не то. Он Пушкина прославил. Да, написать стихи непросто. И что-то с рифмой загвоздка. Пойду немножко полежу. Потом стихи я напишу. На суку сидит ворона. На лугу пасется бык. Пригласил меня на танцы Замечательный мужик. Первый парень на деревне Со мной будет танцевать. А потом на сеновале Будем звезды с ним считать. Как обнимет, Ребра хрустнут. Поцелует, вся горю. Ну а будущее весною Ему дочку подарю.